Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова возвращаемся на финансовые рынки, анализируем, что интересного произошло за последние торговые сутки, смотрим, как это повлияло на динамику активов и как это сказалось на наших инвестиционных идеях. Вчера брифинг пропустили, ничего страшного, а сегодня в целом постараюсь подытожить уже общую фундаментальную картину, чтобы понимать, с чем мы имеем дело дальше, собственно, на этой неделе. Говоря про, опять же, сценарий, вы знаете то, что пробежимся по основным активам, на которые делаем традиционную ставку, посмотрим, как себя сейчас отрабатывает нефть. Очень интересный, конечно же, актив, поскольку в целом интересный с точки зрения того, что мы видим реализацию нашего сценария. Начнем давайте прямо тогда с этого актива, потому что сейчас я считаю то, что у нас есть очень хорошая возможность опять же прокатиться на дальнейшем снижении и поставить в качестве цели на горизонт инвестирования возможность возвращения бренда к значению в 25 долларов за пароль или даже еще ниже, потому что ряд инвестиционных банков, конечно же, руководствуется более интересными ценовыми ориентирами. Клосс вчерашнего дня по бренду 32,49, сейчас мы видим то, что этот актив торгуется на уровне 32,59, и в целом совершенно ясно то, что нефть у нас снова проседает, и тому есть, на мой взгляд, целая куча факторов и обстоятельств. Во-первых, в начале этой недели мы непременно не могли не обратить внимание на публикацию очень слабого отчета по индексу производственной активности PMI Китая, в частности, по версии Кайкин. Знаем то, что промпроизводство до этого выступало одним из тех факторов, вследствие которых мы вообще стали списывать Китай вообще из экономик, которую могут рассчитывать на хоть какие-то адекватные, ну, для развивающихся рынка, темпы экономического прироста. Сейчас мы видим то, что статистика усугубляет этот негативный тренд, и вследствие как раз таких слабых отчетов мы не верим в то, что в ближайшее время Китай клемается и сможет вообще сменить вот этот вектор жесткой посадки на какое-то более-менее нормальное, либо стоящее восстановление. А о экономическом росте мы не говорим, по крайней мере, о нормальных показателях. Знаем то, что в качестве ближайших целей уже значится крайне низкий ориентир в 6%, который действительно может быть достигнут в рамках 2016 года. Ну, а сначала мы традиционно ориентируемся на состояние промышленного сектора, сектора услуг, инвестиций и капиталовложения в народное хозяйство, смотрим за динамикой роничных продаж и, в целом, за теми показателями, которые характеризуют еще и торговый баланс с точки зрения экспорта. И если вы помните, то, что последняя статистика, она явно настроила нас на пессимистичный такой лад, мы продолжаем придерживаться этого негатива. В частности, прошлый отсчет, который вышел в понедельник, по факту 48,4. Это ниже 50 уже очень долгое время, соответственно. Ниже полтинника – это значение, которое отделяет восстановление от стагнации. В данном случае мы вовсе уже констатируем лицессию. И чтобы сделать дополнительный акцент на слабости этого отчета, я хочу, чтобы вы запомнили, что тот релиз, который мы наблюдали в понедельник, оказался худшим за последние три года. Разумеется, это сразу же посеяло снова панические настроения на финансовой площадке, стало причиной повышенного интереса на европейскую валюту, потому что евро у нас традиционная валюта финансирования и валюта фондирования. Поэтому мы увидели динамичный рост главного валютного риска. Думаю, что как только вот этот, опять же, фон изменится, он позволит нам ориентироваться на старые инвестиционные идеи, и мы будем, опять же, ставить на возможность коррекции евро-доллара, снижение этой валютной пары. Но об этом мы еще поговорим, когда непосредственно перейдем к перспективам, опять же, этого дуэта валютных активов. А слабая статистика по Китаю тут же стала причиной прежних опасений за будущие темпы роста мировой экономики. Знаем то, что, опять же, вот этот негативный фон, он сохраняется. Можно сказать то, что Китай полноценный такой домоклый меч, который висит на мировой экономике, который не позволяет восстановиться ценам на осредневые товары. Реакция нефти не заставила себя долго ждать. Мы увидели коррекцию, которая впоследствии стала еще усиливаться тем, что на рынке, наверное, после детального обсуждения того, что сейчас происходит по общему тотальному фону, была сформирована позиция касательно того, что стороны ближневосточной картель России вряд ли соберутся, и мы вряд ли увидим внеочередное заседание, которое будет якобы направлено на стабилизацию цен на энергоресурсы. Этого внеочередного заседания не будет. И если не будет, значит нет надежды на то, что какая-то солидарная позиция станет следствием, следствием которого нефть, бренд и WTI могут добраться до новых локальных максимальных значений. Этого сейчас, таких ожиданий уже нет. Напомню, что еще на прошлой неделе, как только мы готовились к этому фону, я говорил вам о том, что, скорее всего, далеко по нефти мы на нем не уедем, и как только трейдеры и участники рынка осознают, отсутствие каких-то нормальных предпосылок для роста, мы увидим разворот. Собственно, он уже и идет. Я считаю то, что бренд имеет сейчас все основания, чтобы закрепиться ниже 30 долларов за баррель, ну и, соответственно, пойти ниже. Плюс ко всему, вчера у нас была еще статистика по запасам нефти США в API. В частности, снова у нас прирост, в этом случае плюс 3,8, и мы традиционно используем этот фонд как еще один негатив для бренда локального характера. Вчера также еще покопался в средствах массовой информации, в частности, очень большую ставку я делаю на блумберах, действительно, очень много там интересной информации, и нашел интересное сообщение о том, что большинство представителей ОПЕК вообще не рассматривают даже возможности внеочередного заседания. То есть, если мы помним, что даже еще пару недель назад ОПЕК лоббировал эту идею, якобы это, по крайней мере, солидарная позиция в рамках ближневосточного картеля, оказывается, действительно, единства нет и у них. Поэтому добавляем еще к перспективам нефти осознание того, что Иран будет увеличивать объемы поставок, в частности, также сообщение на блумберг вчерашнее, то, что с начала нового финансового года Иран планирует разогнать поставки на 2,3 миллиона баррелей в сутки. Чтобы вы понимали, финансовый год начинается новый с 21 марта. И на самом деле, на март у нас уже очень много событий. Уходит это изменение монетарных политик со стороны ряда регуляторов. Возможно, что-то интересное мы дождемся и для перспектива черного золота. Я думаю, что непременно дождемся. Но вот где бренд будет к этому моменту, то есть к марту, это большой вопрос. Я думаю, что гораздо ниже текущих значений. Сегодня смотрим за официальными данными от Минэнерго США. Полагаю, что вот этот тренд прироста запасов сохранится. По API мы уже получили оценку. Обычно между ними корреляция очень высокая. Поэтому и от официальных данных я также жду прироста. Поэтому жду локального фактора давления для нефти. В общем, ждем закрепления ниже 30 долларов за баррель. Мы поглядываем параллельно на курсы российской валюты и видим то, что рубль снова девальвируется. В частности, уже практически в уровень 80. Вопрос закрепления выше – это вопрос самого ближайшего времени. Если сегодня, опять же, мы увидим закрытие в красном секторе по бренду и WTI, значит, рубль снова поднимется выше сопротивления, которое значится сейчас в районе 80. Тем более, что по-прежнему никакого позитива на рынке нет. До очередного налогового периода, который в прошлый раз оказал поддержку рублю, очень далеко сейчас, месяц только начинается. Коррекции монетарной политики не произошло. Инфляция продолжает расти. И мы наблюдаем очередной блок слабых отчетов по состоянию промышленного сектора и сферы услуг. В общем, поддержки действительно ждать неоткуда. Если это так, давайте тогда не будем искать оптимизм и позитив там, где его нет. И вместе с трейдерами, которые разуверились в каком-то бычьем потенциале рубля, его не было, будем делать ставку на еще большее ослабление. У нас ближайшая цель 80, но я предлагаю уже параллельно ставить в качестве ближайших значений 85, потому что, скорее всего, до туда мы доберемся очень скоро. Далее идем. Евро против доллара. Европейская валюта начала неделю очень неплохо. Мы видим, видели динамичный рост. Не знаю, как евро закроет сегодняшнюю торговую сессию. Может быть, уже и пойдет коррекция. Вследствие чего мы наблюдали, опять же, интерес к главному валютному риску. Вследствие ухудшения рыночных настроений, которые традиционно повышают спрос на защитные активы. И евро здесь пользуется поддержкой своего традиционного статуса, статуса валюты финансирования. Как я уже сказал, настроения на рынке были серьезно изменены, в худшую сторону, разумеется, после выхода слабых данных по производственному индексу Китая. И после этого, собственно, евро и поперло вверх. Актуальные котировки на текущий момент 1.09.15. И сейчас наша идея, предполагающая возможность фундаментального ослабления, в прямом смысле поставлена на холд и поставлена тем фактом, что трейдеры никак не могут определиться с актуальными рыночными настроениями. Качели продолжаются. Мы видим, как трейдеры мечтятся от нежелания рисковать к постепенному повышенному спросу на рисковые инструменты. Но рано или поздно эти качели все-таки войдут в какое-то равновесное состояние и на передовую выйдут старые фундаментальные инвестиционные идеи. Поэтому моя рекомендация сейчас не поддаваться вот этому паническому настроению, не метаться на рынке, не позволять негативу, который идет со стороны Китая, заставить изменить собственный вектор, опять же, настроений, суждений, посыла. И ни в коем случае не нужно сейчас по европейской валюте разворачиваться, полагая то, что евро сможет уйти выше 1,10 и закрепиться выше. Нужно адекватно и объективно сейчас оценивать, прежде всего, актуальный европейский макроэкономический фон. И вы знаете то, что последние отчеты явно и, мягко говоря, не радуют. У нас достаточно негатива, и весь этот негатив свидетельствует о том, что евро будет оставаться долгосрочным и среднесрочным аутсайдером. Поэтому сейчас следим за статистикой. В частности, сегодня, точнее вчера вышли данные по индексу цен производителей. Отчет-то очень плохой. Месячный показатель минус 0,8%, годовой минус 3%. Очень серьезная просадка. Очевидный контраст с прошлыми релизами. И я вам говорил то, что индекс цен производителей может быть кем-то и недооценивается, как важная статистика. Но это как раз тот отчет, который позволяет нам настроиться на дальнейшие показатели по индексу потребительских цен, то есть по уровню инфляции. И если мы получаем такую слабую статистику от компонентов, которые сказываются на общем показателе по инфляции, значит, все-таки есть вероятность или дополнительный фактор полагать, что следующий отчет по индексу потребительских цен будет соотноситься с реальностью и с действительностью. И просигнализирует о том, что нам, в принципе, можно готовиться к настоящей фундаментальной бомбе, которая будет анонсирована в марте этого года. Потому что даже Драги в ходе своей конференции в понедельник дал ясно понять, что при ухудшении макроэкономического фона ЕЦБ действительно готов пойти на дополнительные меры экономического стимулирования уже на мартовском заседании. Дополнительные меры экономического стимулирования. Это может быть еще одно снижение процентной ставки, либо, конечно же, наше ожидание, которое предполагает расширение программы количественного смягчения, которое на текущий момент составляет 60 миллиардов евро в месяц. Без доп. стимулов, я уверен, еврозона не обойдется. Вопрос времени, когда мы о них услышим, самое главное, то, что мы уже долго ждали. Осталось подождать еще чуть-чуть. И наши ожидания, наши долгосрочные цели, которые предполагают возможность ослабления евро против доллара с начала до уровня 1.05, они будут вознаграждены как раз хорошим профитом, который мы непременно получим. Также не забывайте еще и про контрастность монетарных политик. Это особенно важно для тех, кто еще подумывает, как торговать европейская валюта, особенно на долгосрок. Потому что здесь, как ни крути, у нас ничего не изменяется. Контрастность очевидна. Потому что ФРС у нас ужесточает монетарную политику. Соответственно, ЕЦБ будет ее смягчать. И как раз вот эту контрастность, ее также можно закладывать в качестве серьезного основания для расхождения доходности и американских долговых бумаг, и немецких. Что в целом будет приводить к росту доллара. Потому что больше средств и капиталов будет идти в активы, номинированные, опять же, в американской валюте. Из-за более высоких ставок по доходности. То есть, здесь также все без изменений. Нам сейчас дождаться нужно, когда трейдеры перестанут паниковать по факту каждого отчета, который выходит в Китае. Потому что мы и без того знаем, что негативный тренд продолжается. Спад он очевидный. Но почему так активно рынок реагирует на каждый отчет сейчас, хотя в целом картина не меняется, это для меня загадка. Я все-таки надеюсь на более консервативный подход и, быть может, он даст о себе знать хотя бы к концу первого квартала 2016 года. То есть, в целом это освободит дорогу для наших с вами старых инвестиционных идей. Далее идем. Доллар против японской иены. На прошлой неделе мы ориентировались на заседание ФРС. Ждали поддержку именно со стороны американского мегарегулятора. Потому что нашли достаточное основание. Я думаю, что объективно мы были правы на рынке труда, на рынке недвижимости, да и по росту даже динамики заработных плат. И, соответственно, показатели по инфляции, что ФРС может сделать более жесткие комментарии по факту своего выступления и анонса дальнейшего вектора монетарной политики. Но вы знаете то, что риторика была помягче. В целом это и стало причиной, из-за чего доллар локально потерял и чем воспользовались также рисковые инструменты на прошлой неделе. Но задачей поддержки для доллара справился другой регулятор, который мы также держали в фокусе внимания. Это банк Японии. Потому что вы знаете, что Япония в лице своего национального регулятора ввела отрицательные процентные ставки по депозитам в целях стимулирования экономики и разгона индекса потребительских цен. Это тут же стало причиной серьезного ослабления японца и роста доллара. Мы увидели закрепление пары USD и иена выше даже 121. Сейчас мы наблюдаем другие котировки 119.58. То есть, по сути, вернулись в район 120. Тот уровень, с которого мы оказались в рынке. То, что банк Японии принял такое решение, это уже является очевидным свидетельством того, что японская валюта долгосрочно будет ослабить. Мне кажется, что это даже реализация той директивы, которую поставил еще и Курада, отметив то, что прежде всего, о чем сейчас должен думать, помимо, конечно же, разгона индекса потребительских цен, японский банк Японии, это еще и необходимость поддержки национальных экспортеров. Особенно это актуально из-за катастрофических в последнее время показателей экспорта. И вы знаете то, что самый лучший инструмент поддержать экспортеров – это сделать национальную валюту слабее. Поэтому сейчас даже на рынке уже присутствует мнение, что есть уровень психологический по паре USD-YEN – это уровень Курады. И он находится в качестве стоп-лосса для длинных идей по USD-YEN в диапазоне от 115 до 118.50. У нас идея длинная – USD-YEN 125 Tate Profit, стоп-лосс я вам предлагал как раз поставить на макушке этого диапазона – 118.50. Не забывайте о том, что должен быть и нижний ориентир, нижняя граница, потому что в случае, если ситуация будет развиваться не тем сценарием, который мы обозначили, придется, конечно же, выйти с рынка с потерями и дождаться, когда на рынке снова будут созданы те условия, которые позволят нам прокатиться на росте американца. Сейчас очень многое будет зависеть от статистики именно из США. И на этой неделе у нас есть с вами возможность проследить, наверное, один из самых важнейших секторов для американской экономики – это рынок труда. Сегодня в 16.15 по московскому времени выйдут данные по EDP – это рост числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора по частной оценке. Традиционно между EDP и Non-Farm Perils, которые публикуются в пятницу, очень высокая корреляционная связь. Поэтому, если мы сегодня получаем хорошую статистику, значит, готовимся к тому, что и Non-Farm Perils также будут на должном уровне. Если мы увидим хорошие данные, то традиционно они будут использованы долларом для того, чтобы снова напомнить о своих лидерских качествах, амбициях и подтеснить всех своих основных конкурентов – иену и рисковые инструменты. Поэтому USD иена, я считаю, то, что сегодня в случае выхода хороших данных сможет легко вернуться в район 120.50. А если еще и Non-Farm Perils в пятницу поддерживают идею сильного рынка труда, значит, пойдем и вовсе на 122. Но это все равно далеко от наших ориентиров, которыми мы руководствуемся уже месяца 3-4 – это значение 125. Но не сворачиваем с этой тропы, потому что доллар позволит нам реализовать и эту идею, и добраться до такого хорошего профитного ожидания. Далее идем. Хотел пару слов еще сказать про активы, на которые мы в последнее время не обращали внимания, но сейчас они снова актуальны. В частности, франк против доллара. Актуальные котировки на текущий момент 1.0177. Я предлагаю идею buy-stop с уровня 1.02, take-profit 1.05, stop-loss 1.01. С чем связано такое убеждение в том, что швейцарий сможет динамично ослабить? Это связано с вчерашними комментариями председателя Национального банка Швейцарии Джордана о том, что на текущий момент швейцарская валюта переоценена процентов на 7-8. Поэтому Национальный банк Швейцарии допускает возможности проведения локальных валютных интервенций. И если они будут анонсированы, значит мы увидим очень стремительное ослабление этого валютного актива. И что стало фундаментом для таких мягких комментариев со стороны, опять же, руководства Национального банка Швейцарии? Это последний показатель по торговому балансу, вследствие которого стало очевидно, что и в Швейцарии начинают уже активно проседать экспорты. Национальный банк Швейцарии выполняет свою ключевую функцию в рамках мандата, поддерживает национальных производителей, экономику и, разумеется, пытается реанимировать все показатели торгового баланса, которые должны соответствовать такой серьезной, лучше сказать, такому развитому рынку, как Швейцарии. Действительно, валютные интервенции – это вопрос ближайшего времени. Мы их дождемся, так же, как и по паре USDE на уровне 125. Нужно, чтобы вы были в верном направлении, когда это произойдет. И способствовать реализации этой длинной идеи также будет и ожидание роста американца, на что мы делаем ставку по факту таких же хороших ожиданий по состоянию рынка труда. Далее идем. Австралийцы против доллара. Здесь стоит поговорить по процентной ставке. Во вторник, то есть вчера утром она была опубликована, оставили ее на прежнем уровне. Однако роста австралийца в связи с этим не произошло. Напротив, австралийцы теряют против американца. Во-первых, это связано с тем, что трейдеры реагируют на слабую статистику по Китаю, потому что Австралия, точнее Китай является ключевым статистическим партнером для Австралии. Но еще, наверное, главный импульс для этой коррекции был сделан непосредственно комментариями руководства Резервного банка Австралии о том, что курс валюты по-прежнему слишком высок. То, что инфляционные ожидания низкие и эти инфляционные ожидания развязывают руки для того, чтобы Резервный банк Австралии пошел на дополнительные меры экономического стимулирования. Через снижение процентной ставки может быть даже по итогам следующего заседания. То есть такая же абсолютная формулировка, как по Резервному банку Новой Зеландии. Но в целом они работают традиционно в связке, поэтому мы по-прежнему ставим цели просесть как по Австралийцу, так и по Новозеландцу. В частности, по этим дуэтным валютам активов против доллара я предлагаю вам старые цели, которые у нас есть. Это австралиец против доллара, sell stop 0.69, take profit 0.68, stop loss 0.69.40. Новозеландец против доллара, sell stop 0.63.95, take profit 0.63, stop loss 0.64.30. И еще хотел отметить пару USDCAD, актуальные манкировки на текущий момент 1.40.94. Видим то, что канадец начинает снова терять. И здесь ключевой посыл идет со стороны очень слабых данных по промышленному сектору, которые вышли еще на прошлой неделе. И мы видим то, что нефть снова начала сдавать. И поскольку я уже в начале брифинга отметил то, что мы можем дождаться уровней пониже, канадцу придется также уступать прежние десятки за десятком пунктов своему конкуренту доллару. И для нас это хорошая возможность прокатиться по паре USDCAD снова в район 1.45. Поэтому даже не буду сейчас анонсировать какую-то конкретную инвестиционную идею. Полагаю, что с какого бы уровня сейчас не залезть в этот тандем валютных активов, это будет очень прибыльная и привлекательная сделка. В качестве take profit, как я уже отметил, по USDCAD ждем значения 1.45. Пропустили мы фунт. Отмечу также, что на текущий момент актуальный актеровок 1.4406. У нас по-прежнему есть идея sell stop 1.42, take profit 1.4050, stop loss 1.4250. Фунт долгое время удерживал статус аутсайдера на рынке. Сейчас позволил быкам немножко, скажем, выдохнуть, потому что видим локальный откат. И на мой взгляд, сейчас будет правильно сказать, что для фунта характерен даже статус самого волатильного актива. Потому что даже за одну торговую сессию диапазон дневного хода превышает 100-150 пунктов. Это очень много. Поэтому, если вы используете, к примеру, советники, которые базируются на Мартин Гейли, к примеру, Илон, я советую обратить внимание на пару фунт-доллар, потому что там в рамках дня можно набрать очень много колен и, соответственно, сохранить потенциал для очень неплохого профита за такой короткий промежуток времени. Но самое здесь также важное, как и в любом трейдинге, по любому активу – это контролировать риски. Фунт. Какой фундамент у нас сейчас является основой для этого валютного актива? У нас по-прежнему при комментарии председателя Банка Англии Карни о том, что монетарное руководство испытывает серьезные опасения за темпы экономического восстановления. На прошлой неделе, как я уже отмечал в ходе вебинара в понедельник, мы получили подтверждение этих комментариев через слабый отчет по ОВП, потому что годовая статистика – 1,9% против прошлого – 2,1%. То есть темпы роста серьезно замедляются. Я думаю, что этот негативный тренд продолжится. И сегодня у нас в качестве довольно-таки важного отчета стоит отметить индекс активности в сфере услуг по Англии. Он выйдет в 12.30 по московскому времени. Напоминаю то, что сфера услуг для английского региона является ключевым сектором для того, чтобы строить какие-то прогнозы по экономическому росту и восстановлению. Это самый большой вклад, это направление делает для экономики. Если сегодня мы увидим слабую статистику, значит разгрузка британца не заставит себя долго ждать. И опять же, руководствуясь опытом прошлых данных, я считаю то, что с большой долей вероятности мы как раз увидим именно слабый релиз. Можно настраиваться на коррекцию, тем более, что у нас есть уже инвестиционная идея, селл-стопа, нужно просто дождаться этого ценового ориентира. Поэтому резюмируем. Сегодня у нас несколько важных отчетов. Неплохой день с точки зрения фундаментального потенциала. Про сферу услуг Англии мы уже поговорили в 12.30 по московскому времени. В 16.15 NDP, состояние американского рынка труда, ждем поддержки для доллара. И в 18.30 по московскому времени запасы нефти США. Полагаю, что так же, как и на прошлой и позапрошлой неделе запасы снова выросли. И это может стать еще одним фактором разгрузки для бренда. Также хочу отметить, что если мы ориентируемся на хорошие данные по американскому рынку труда, в идеале бы, конечно же, увидеть 200 тысяч новых рабочих мест. Я хочу приурочить именно к этому отчету фактически бонусы, которые сегодня можно получить на пополнение. И в качестве планки этого бонуса предлагаю обозначить 20%. Те, кто понимает, о чем я говорю, знаете, как воспользоваться этим бонусом. Те, кто не знает, напоминаю, что если вы хотите его получить, вам нужно связаться с вашим персональным менеджером, произнести кодовое слово, которым сегодня будет отчет по состоянию американского рынка труда NDP. Поэтому большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Если есть вопросы, знайте, что их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube, либо использовать для этого форум о маркетинге. И увидимся уже в ходе завтрашнего брифинга. Всего доброго. До свидания.